Жители муниципия Камрад считают действие Национального агентства автомобильного транспорта антинародным. Не можем ехать, потому что нет номеров. А они не дают. Техпаспорт взяли у человека, записали на 1500 штраф. Я получаю 2500 пенсию и 67 лет. Мне кажется, это очень даже приятно пенсионерам. Каждый день 10 лет. Около 300 лея я должна тратить. А 300 лея мне никто не протянет руку, чтобы отдали за транспорт. Я не вытаскиваю 10 лет тот день, чтобы я пойти автобус платить. Каждый день надо идти, потому что нечего кушать. В семье есть 2 и 3 детей. Каждый день едут в школу и назад. Это, считайте, сколько денег экономия в дом. Благотворительность никогда не облагалась налогом. Здесь денег не берут. Какое право Анта имеет снимать у них номера, забирать их паспорт? За что? Анта должна контролировать там, где деньги крутятся, большие грузы на больших дорогах, но не благотворительность. Около трех лет социальный транспорт бесплатно перевозит по городу социально уязвимые категории населения. Пенсионеров, детей и людей с ограниченными возможностями. Данный социальный транспорт не имеет ни маршрута, ни графика. Он выезжает по просьбе жителей, пенсионеров, инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Он направлялся в сторону больницы. Его остановили и вернули на площадь, сказав, чтобы он высадил людей на площади и чтобы они нашли себе другой транспорт. Маршрут автотранспорта в Камрате проложен в трех самых востребованных направлениях – район больницы, монастыря и нового кладбища. Мы обхватили нужный пенсионерам маршрут, нужный людям с ограниченными возможностями, чтобы они посещали больницу и монастырь. Сегодня никакого списка не спрашивали, просто подошли и сняли номера и всё. Двумя неделями ранее сотрудники Анта изъяли номера и поместили на штрафплощадку социальный междугородний автобус, выполнявший бесплатные рейсы по маршруту Камрат-Кирсова-Бешалма. Мы пытались связаться с Национальным агентством автомобильного транспорта, но на телефонный звонок сотрудник Анта не ответил. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Ирина Резунец, Новости ГРТ.